Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Сомнение — это зло или благо? Вы знаете, сомнение в себе — это то, с чем мы должны жить постоянно. Как только человек начинает доверять своим силам и быть уверенным в себе, обычно Господь его оставляет, и человек падает. Об этом все святые отцы говорят. А вот сомнение в Боге — это очень тяжелое испытание. И не всегда человеку легко преодолеть. Давайте будем честными. Вот мы помним, как в Евангелии рассказывается о хождении по водам апостола Петра. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал, иди и выйди из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но видя сильный ветер, испугался, начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. Мы видим сомнения и у Иоанна Претечи, который посылает из заточения своих учеников Господу и спрашивает, Ты ли тот, которого ожидаем, или нам другого ждать? И интересно, что Господь этому величайшему пророку дает в ответ исполнившиеся слова других пророков. Он говорит, пойдите, скажите Иоанну, что слепые прозревают, хромые ходят, то есть, что исполнились пророчества. Он не говорит ему, да, не сомневайся. Он оставляет его в том мире, в котором Иоанн Пророк жил, в мире молитвы и чтения Священного Писания. И только когда ученики уходят, он начинает восхвалять Иоанна Претечи, говорит, что из рожденных женами не восставал больше, чем этот человек. То есть, ученики не могут передать Иоанну Претечи по хвалу Божию. Христос суров со своим ближайшим, со своим родственником и великим пророком, ближайшим святым. Почему? Потому что путь преодоления сомнения — это неизбежная часть пути каждого верующего сердца. И никуда мы от этого не денемся. Сомнение возникает, попускается Богом, как еще можно назвать это термином «искушение», как возможность взойти на новый уровень веры. Ты можешь поступить по вере, а можешь поступить по человеческому разуму. Если ты поступаешь по вере, Господь открывает тебе о себе что-то совершенно новое. И мы видим, что даже великих святых Господь воспитывает так. Мы видим сомнения у Иова, когда он многократно, если всю эту книгу перечитывать, там очень много встречается сомнений. Мы видим сомнения у правдцев. Например, Авраам разрубает жертву пополам, как это было принято. И при обете, при обещании человек должен был пройти между разрубленными кусками жертвенного животного. И вот Авраам разрубает жертву и садится и смотрит почти целый день на нее. Он ждет, чтобы Господь прошел, Господь огнем проходит и попаляет жертву. Но вот он почему это делает? Он должен получить в своем некоем сомнении уверение, что тот путь, которым идет, он правильный. И это путь борения. И великие святые проходили этим путем. И вера — это не что-то просто подаренное и благоприобретенное. Только. Да, вера — это дар Божий. Когда апостол Павел перечисляет дары духа, он говорит «вера». Удивительно. То крепость веры — это дар духа святаго. Но она в ответ на решение человека поступать по вере. Приходит от Бога укрепление веры. Веру Господи, помоги моему неверию. Это усилие. Это усилие в ответ на сомнения. И мы не должны об этом забывать. И не надо это скрывать. И не надо этого стесняться. Этого стыдиться. Это нормально. Перед кем это можно скрыть? Перед тем, кто слабее тебя. О своих борениях не стоит рассказывать тем, кто только пришел к вере. Они могут быть не готовы. Они могут этого не выдержать. У меня был такой случай, когда я учился в семинаре. Это был 88-й год. Меня поставили внизу под Покровским академическим храмом на крещение разливать святую воду. Там была достаточно большая очередь. И подошли два молодых парня. Чуть постарше меня тогда. Мне было 20 или 21 год. Они подошли, увидели молодого человека. Тогда увидеть молодого человека, принадлежащего к церкви, уже было чем-то таким вызывающим шок. Совершенно. Потому что церковь это место только для бабулек. Это был общераспространенный штамп для всех. Вдруг они видят семинариста, и они меня спрашивают. И что, ты прям во все это так сильно веришь? Понимаете, а я-то понимаю, что моя вера слабая. Я-то понимаю, что, Господи, верую, помоги, мы не верю. И я им об этом сказал. Они имели право. Они сказали, о, ну тогда все понятно. И ушли. Понимаете? Я им сказал о том, с чем я жил, и это нормально. Но я не должен был этим поделиться. Это было для них искушение свыше сил. Я в этом каялся потом. Поэтому то, что происходит внутри человека, его сомнения, его борения, которые доходят до высшей точки, нам вообще непонятной, необъяснимой, в словах Христа, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил на кресте?» Вот этот самый страшный момент среди всей истории человечества, богооставленности, которую испытывает Сын Божий, и мы не знаем, мы не можем объяснить, как. Это тайна все, она не укладывается до конца ни в одно богословие, никакое. Но мы только знаем, что это так, вот этот вопль. Это богооставленность, как испытание и как сомнение, из которого надо выйти и стать еще тверже, это есть в каждой жизни, и это будет в каждой жизни. И это нормальная часть нашего духовного пути. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.